Всем еще раз добрый день. Как сказал наш уважаемый модератор, действительно, надеюсь, мы сыты физически и охотиться до знаний. Я буду немножко говорить про другой класс систем, чем предыдущие докладчики, и так как тема, собственно, нашей общей конференции сегодня это security, то на всякий случай я скажу, что для систем с жестким реальным временем на плате Arring 653, которые являются фактически safety-critical системы, в ситуации типа denial of service, это одна из как бы first-party угроз, то есть когда операционная система не отвечает на выполненную, на затребованную задачу, мы можем, например, терять управление у воздушного судна, и, соответственно, эти ошибки для нас крайне важны. Системы на плате Arring 653 это не очень классические системы реального времени, потому что к временной изоляции жесткой, которая присуща всем системам жесткого реального времени, здесь еще и добавляется пространственная изоляция, то есть у нас есть разделы, которые в рамках архитектуры интегрированные модульные объемники могут иметь разные степени критичности, и они должны быть друг от друга изолированы как по времени, так и по пространству. С точки зрения временной шкалы, о которой сегодня будет преимущественно идти речь, Arring 653 системы построены на базе статических расписаний, которые задаются на основных временных кадрах, которые сами по себе являются последовательностью окон, статически заданных для каждого приложения, собственно, для приложения представлены у нас разделами. Приложением может назначаться как одно ядро в окне расписания, так и несколько ядер, при этом в зависимости от возможности операционной системы у вас могут быть поддержка многоядерных режимов, как в режиме SMP, так и в режиме AMP. В целом архитектура Arring 653 изначально декларирует некоторые требования к изоляции, которые были сформулированы в руководящих авиационных документах, таких как DO248, и позднее в отдельный документ CAS 32A. Но важно то, что фактически при проектировании реальных систем возникают дополнительные требования по обеспечению там изоляции реально операционной системы. Это в том числе и требования, связанные с security, это требования с обеспечением качества сервисов, то есть фактически с латентностью сервисов операционной системы, требования по отказу устойчивости, например, в зависимости от того, каким образом у вас организована там бортовая сеть, вы можете в разной степени доверять бортовым вычислителям. И вот в связи с этим мы у себя в части временной изоляции пользуемся несколько более конкретизированными требованиями, которые выглядят так. Так как у нас фактически статически заданное расписание, то время начала окна любого раздела должна быть привязана к отметке в расписании и должна происходить с некоторой погрешностью, которая должна быть статически задана. При этом, так как операционная система может быть многоядерной, то на любом процессорном ядре время выполнения окна должно быть ограничено. То есть, так как, например, у вас первый раздел может выполняться на трех ядрах, а следующий за ним в расписании раздел может выполняться на двух, то при этом важно соблюсти, что третье ядро, например, останавливается и не мешает, не влияет во время своей работы на другой раздел. При этом для обеспечения латентности мы обязаны минимизировать влияние прерываний на выполняющийся процесс, потому что каждый раз, когда возникает прерывание, фактически это означает некоторое ухудшение worst case этого кода, который пришелся на возникшее прерывание. Ну и такое наименее очевидное, тем не менее болезненная проблема для нас, что при переключении адресных пространств не должно происходить отложенного влияния предыдущего раздела. То есть, фактически, когда у вас выполняется некоторый хаускиппинг при завершении предыдущего раздела, эти эффекты не должны быть видны на следующий раздел. Например, при изменении порядка окон в расписании нам не переходилось пересертифицировать или проведить повторную оценку worst case для следующего раздела. В общем-то, это один из базовых принципов Firing 653, что мы можем независимо верифицировать приложения, потом независимо их поставлять на вычислитель, не боясь, что они будут вести себя некорректно. Соответственно, на уровне дизайна интерфейса операционной системы основные механизмы временной изоляции уже есть. То есть, это и механизм расписаний, и модель потоков с фиксированными приоритетами и ограничением, собственно, инверсии приоритетов, и, естественно, статическое время, статическое бюджетирование. Но при этом, когда мы хотим это все начать реализовать, то ситуация становится чуточку сложнее. Вот, например, классический пример переключения окон, то есть переключение фактически адресных пространств с одного приложения на другое в рамках расписания. То есть, разработчик прикладной у себя в конфигурации прописывает, что разделу P1, допустим, отложено 5 миллисекунд, разделу P2 отложено 7 миллисекунд, и, собственно, общий временной кадр в рамках расписания 5 плюс 7 – 12. При этом при работе переключения адресных пространств возникают как минимум ситуации, связанные с завершением тех критических секций, которые были захвачены близко к окончанию временного окна предыдущего раздела, так и задача по подготовке следующего раздела к работе. И, собственно, это время, оно фактически определяет там качество кода операционной системы с одной стороны, но также его дрожание, то есть фактически его изменение в зависимости от того, какой раздел, собственно, работал перед этим, какой раздел работал следующим, может определять и качество изоляции, которое обеспечивает операционная система в зависимости от того, какие, собственно, приложения у нас конфигурированы. В связи с этим мы для себя качество реализации изоляции в Anx653 системах определили как некоторую фактически совокупность вцетов для синхронных и асинхронных блокирующих критических секций, которые возникают при, собственно, необходимости переключить адресные пространства с одного приложения, ну, фактически на другое. При этом понятно, что если говорить о синхронных событиях, то они могут быть как обслуживающие, то есть связанные с какой-то алгоритмической частью, то есть, например, мы должны проверить факты соблюдения дедлайнов у потоков, обновить расписание, ну, то есть выполнить некоторые алгоритмические задачи. Так и аппаратно-зависимые вещи, от которых мы никуда не денемся, такие как переключение контекстов, входы-выходы из обработчиков, перерывания, синхронизацию ядер и же с ними. В случае же с асинхронными событиями, то это в первую очередь работа, собственно, от таймеров, и в случае их наличия это возникновение прерываний от других устройств. Пытаться придумать какую-то концепцию, которая бы одинаково хорошо работала в части синхронных событий для систем даже одного класса, то есть фактически Arring 653, ну, достаточно сложно, и, скорее всего, здесь будут сильно специфичны для конкретной архитектуры решения, то есть архитектуры конкретной системы. Поэтому сегодня мы сосредоточимся именно на организации, изоляции асинхронных событий, и с нашей точки зрения, собственно, именно решение в части обработки прерывания определяет вообще вот эту стратегию оптимизации worst case при обработке асинхронных событий и, собственно, снижении латентности при работе операционной системы. Традиционно в системах присутствует планировщик. Если это, собственно, планировщик с вытеснением, то в основе лежит некоторый несущий таймер, и бывают два, собственно, основных вида планирования по таймеру. Это периодический механизм, который может работать как с некоторой аппаратной поддержкой, то есть с автовзводом, так и без автовзвода, если аппаратной поддержки нет, в этом случае ближайшее прерывание на такт взводится в хендле прерывания. Второй вариант — это непериодический механизм планирования, то есть когда мы в коде определения, когда должно возникнуть следующее отложенное событие, определяем, какое событие должно быть ближайшим, и корректируем, собственно, таймер на установленное некоторое значение. То есть первый способ периодически традиционно применяется в системах реального времени при организации, собственно, планирования. Второй способ более распространен в системах общего назначения. На него достаточно успешно перешла Windows, по-моему, в версии Windows 8, и многие дистрибутивы Linux у себя тоже сейчас включают режим NoHertz, который использует непериодический планировщик. При этом мотивационная часть использования непериодического таймера, она чаще всего связана с режимом энергопотребления, а не с снижением накладных расходов, что и, в общем-то, объясняет, скажем так, непопулярность этого механизма в операционных системах в жестком реальном времени. Тем не менее, если мы на это дело посмотрим, то представьте классическое расписание, когда у нас есть два раздела, P1 и P2, собственно, они идут друг за другом, и, соответственно, раздел P1 взводит таймер на 4 миллисекунды. Ну, здесь специально выбраны миллисекунды для некоторого наглядного отображения. Понятно, что на большинстве бортовой аппаратуры это все-таки будут микросекунды. Но, тем не менее, если, допустим, у нас квант времени периодического планировщика составляет 10 миллисекунд, то это означает, что все произойдет как старый добрый Windows XP, то есть срабатывание таймера произойдет буквально через 10 миллисекунд. И для программного обеспечения это будет не очень хорошо, потому что, во-первых, страдает точность возникновения таймера, а, во-вторых, срабатывающий таймер, если посмотреть на вот этой картинке, каждые 10 миллисекунд, он приведет к появлению накладных расходов, то есть некоторых холостых срабатываний таймера, которые, в общем-то, нам не нужны и лишь ухудшают некоторые worst case. При этом, чтобы улучшить, собственно, латентность сервисов по доставке прерывания от таймера, то есть отложенных каких-то событий, мы можем только улучшить в этом случае частоту, то есть повысить частоту, а в случае с повышением частоты у нас увеличиваются накладные расходы на обработку этих прерываний. Поэтому, казалось бы, можно было бы применить систему непериодического, собственно, планирования, присущую системам общего назначения, ну, там, таким, как Windows, и фактически устанавливать с возникновения события по таймеру на то значение, на которое просит, собственно, пользователь, но с округлением по возможности таймера. Соответственно, нас запросили те же самые 4 миллисекунды, ну, допустим, у нас там резолюшн 1 миллисекунда, и мы, соответственно, поставили возникновение прерывания на 4 миллисекунды. Все хорошо, все довольны, и это хорошо работает в системах общего назначения. Однако, если обратить внимание на те недостатки, которые я сформулировал в самом начале, то есть вот это вот качество переключения между адресных пространствами, то нетрудно заметить, что в такой конфигурации пользователь может взводить таймеры незадолго до переключения адресных пространств, то есть незадолго до переключения на следующее окно, он не специально, не обязательно вредоносный пользователь. Но если это произойдет, то фактически срабатывание таймера приведет к генерации прерывания. Генерация прерывания — это некоторая невытесняющая критическая секция, по крайней мере, на начальном этапе, то есть когда мы в это прерывание вошли, вошли, и как следствие у нас ухудшается вот эта вот временная изоляция, потому что мы не можем, то есть мы либо должны увеличивать vset на переключение адресных пространств, то есть это добавление времени обработки прерывания, либо, собственно, мы должны просто вносить в систему некоторую погрешность, что, собственно, очень неприятно. Так как разрешающая способность таймеров даже на системах с низкой частотой центрального процессора, то есть там порядка 100-200 МГц, нередко, собственно, нам позволяет заводить таймер там не чаще, там 10 микросекунд предельное, то обработка прерывания таймера, она может быть крайне дорогой, потому что таймер срабатывает часто, ну, в случае, если пользователь его установил, а время обработки прерывания долгое, потому что процессор медленный. И в текущем виде такой механизм планирования применять к реал-тайм системам практически не получается. В связи с этим мы подумали, а как бы можно было это дело совместить, и пришли к некоторому пониманию, что фактически использование механизма квантования, присущего периодическому планировщику, совместно с свойствами непериодического планировщика, нам фактически позволяет решить обе проблемы. То есть квант времени гарантирует нам ограниченную частоту возникновения прерываний, а, собственно, непериодический таймер гарантирует отсутствие вот этих самых холостых прерываний, которые приводят к дополнительным накладным расходам. И что самое приятное в этом случае, он упрощает процесс подсчета worst case нашего кода, потому что мы фактически можем вытащить из уравнения формулы расчета worst case генерацию прерываний. Их просто не будет за счет того, что мы используем непериодический таймер. И это достаточно хорошо с нашей стороны. На практике это выглядит так. Если вы взвели таймер, допустим, на 4 миллисекунды, а разрешающая способность, то есть квант, с которой работает непериодический планировщик с квантованием, установлен в 5, то он откруглится к ближайшему, и, соответственно, ваше событие будет обработано через 5 миллисекунд вместо 4. То есть при этом мы все еще можем повышать общую обзывчивость системы за счет выбора кванта меньшего размера, но при этом мы исключаем вот это вот потенциальное накапливание обработчиков прерываний в конце каждого окна раздела. Как итог, мы, собственно, это успешно реализовали на достаточно большом количестве различных микроархитектур, сейчас процессоров на различных микроархитектурах, удалось даже с некоторыми ограничениями это реализовать на процессорах с счетчиками ограниченной разрядности, то есть это там 32-разрядные счетчики. В этом случае есть ограничения по длине окон, которые вы можете использовать с гарантиями отсутствия прерываний, но, тем не менее, сама концепция успешно работает, и мы ее используем. Соответственно, что касается worst case, то формула значительно упростилась, и мы считаем, что теперь мы эту задачу можем решать более простым способом. Так, ну, на этом у меня все. Всем спасибо. Если есть вопросы, буду рад ответить. Я спрошу, а вот вообще есть какой-то Юпитер ноутбук, в котором какая-то симуляция, или вот что, как, через теорию массового обслуживания рассчитается? Потому что мир вот этих самых планировщиков огромен, там каждый изобретает очередной метод планирования, который, конечно, выглядит замечательно, но сами мы знаем, что идеала нет, всегда есть какая-то фигня, которая интеграция. Скорее, здесь, если говорить именно вот об алгоритме планирования, то тогда его, да, действительно имеет смысл считать, там, в каком-нибудь Юпитер ноутбуке. А здесь мы говорим о минимизации накладных расходов, возникающих при работе с оборудованием. То есть, задачка, она достаточно простая получается здесь, грубо говоря. Но вот если у вас квант времени, там, допустим, 1 миллисекунда, и, соответственно, время обработки прерывания, ну, допускай, 100 микросекунд, то на, там, дистанции, там, 10 миллисекунд вы спокойно умножаете, там, 10 на 1 и получаете, собственно, сокращение. Уже сложно, уже Юпитер ноутбук нужен, понятно. То есть, всегда делаете Юпитер ноутбук к вашим презентациям. Так, вопрос? Спасибо большое за доклад. Скажи, пожалуйста, вот ту стратегию планирования, которую ты сейчас показал, как ее правильно протестировать? Уместен ли здесь файзинг или нет? Потому что тут ты вместе с задачей автоматизации систему реального времени рассматриваешь, а не отдельно от нее. Спасибо за вопрос, но смотря, какие свойства мы хотим протестировать. То есть, например, если… Что мы не пропускаем дедлайны, например. Ну, опять же, а какая модель ошибки? То есть, например, если ошибка у нас в драйвере, собственно, таймера, то в данном случае, ну, можно, по крайней мере, там, формально верифицировать драйвер. То есть, это достаточно простой код, который, там, пишет регистр. Если у нас проблема в том, что у нас ТЗЧ прилетело в, там, центральный процессор и в результате компаратор не сработал, то здесь, как бы, не поможет верификация программного обеспечения, используются другие механизмы. Если говорим про именно сам алгоритм, то алгоритм в первую очередь это алгоритм планировщика, а не код, собственно, таймера. То есть, если нас фактически вызвали, то это означает, что событие будет произведено, потому что, ну, драйвер, как бы, таймер, он будет верифицирован информально. Я немножко про другое. То есть, ты можешь исполнять произвольный код в рамках процесса автоматизации и быть уверенным, что операционная система, он, скажем, не выйдет за свои границы временного окна, который ему можно. То есть, вот тот планировщик, это стратегия планирования, которая у тебя есть. Да, я теперь понял вопрос. Смотри, ответ на этот вопрос сводится к worst-кейсу критических секций, которые препятствуют возникновению таймера. И, соответственно, верифицировать нужно их, а не код, собственно, планировщика и таймера. И да, действительно, наверное, можно было бы применить в том числе какой-то файзинг, но скорее файзинг в части перебора некоторых конфигураций потоков, вызовов API. У нас есть некоторые мысли на эту тему, но пока они еще не сформировались в какое-то готовое решение, потому что именно область поиска для Arring 653 систем, она очень неприятная. Если в Linux все события можно практически сформулировать в динамике, то есть я беру некоторый процесс, я в нем создаю произвольные объекты и у меня все как бы хорошо фазится каким-нибудь с коллером, то в случае Arring 653 у меня значительная часть конфигурации зафиксирована на статике в момент сборки системы. В том числе конфигурация памяти, конфигурация объектов, которые я могу использовать, конфигурация процессов. И файзинг получается, ну, скажем так, он двухуровневый, потому что мне нужно под каждую задачу файзинга фактически пересобирать... Чуть-чуть покороче, давайте. Вопросы. У нас время, в принципе, кончилось. Давайте один короткий вопрос и один короткий ответ. Один короткий вопрос. Для того, чтобы реализовать второе прерывание непериодическое, ты рассчитывал использовать аппаратный таймер. При этом предполагается требование для такой реализации наличия аппаратного таймера второго. Вопрос уже короткий, должен быть все. Я просто не расслышу. Придется отвечать как есть, что же поделать. Повтори, пошучу, давай. Требуется ли второй аппаратный таймер для реализации той схемы со вторым непериодическим прерыванием, которое ты описал? Нет, это один, собственно, непериодический таймер. Зачем второй? Ну, вот я пытаюсь понять, как бы... Ну, хорошо, ладно. Я тоже не понял, зачем. В случае возникновения прерывания от непериодического таймера, если у тебя есть отложенные события в очереди, то фактически таймер перевзводится на ближайшее событие, которое должно возникнуть. То есть у тебя есть некоторая очередь отложенных событий, и, соответственно, когда у тебя... Без кумуляции не поверят. Срабатывает событие от таймера, ты обрабатываешь эти события, а в конце, собственно, взводишь планировщик на ближайший, собственно, квант. По лицу вижу, не понял. Я предлагаю это потом выяснить. Вот давайте еще один вопрос. Один вопрос. Быстро зададим. Покажите, пожалуйста, что такое ОСРВ? У вас всюду используется... Операционная система реального времени. Ну, вы у нас на семинарах присутствуете. Вы знаете лучше меня, собственно, какая наша операционная система. Читал ли Паева? Ты не читал ли Паева? Читал. Периодически. Так вот это... Они используют? Используют, обязательно используют. На этом все базируется. Я не уверен, что это быстрая система, но она реального времени. Кстати, система... Ремень не должна быть быстрая, она просто должна быть реального времени. И развивают ее для файдинга, для... Да, для всего. И самолет летают, еще не все упали. Вот, но скоро с неопередичным таймером. Еще. Которое было предложено и сделано вместе с Липаевым. Вместе с Липаевым. Аплодисменты, спасибо. Аплодисменты, замечательная ночь. Поаплодируем Липаеву, ОСРВ. Спасибо большое докладчику. ОСРВСН, это другая тема, там тоже системы, но такие с кироскопами, ну, понимаете, чем я.